Добрый вечер! На исходе августа предлагаю поговорить о главном. Именно так называется программа, посвященная наиболее заметным событиям региона. Итоги года минувшего и планы на будущее. Педагоги региона собрались в Архангельске на традиционный августовский педсовет. Он объединил около 500 учителей. Сквозной темой дискуссии стал вопрос о повышении качества образования. Одна из ключевых тем педсовета – развитие инфраструктуры системы образования в регионе. За последние три года в Архангельской области построено и отремонтировано 22 детских сада. С учетом открытия дополнительных групп в уже действующих детсадах создано более 4,5 тысяч новых мест. В 2015 году ведется строительство еще 11 новых зданий и трех школ в Ленском, Каргопольском и Вельском районах. Главным ориентиром являются указы президента. Мы их выполняем и на достойном уровне все наши планы реализуются. Но при этом мы, конечно же, понимаем, что мы должны сформировать таким образом процесс образования, чтобы ребенок, по сути дела, не выходил за пределы этого процесса даже после школы. Это вопрос дополнительного образования, спорта, физического, духовного развития личности. Поэтому все это находится в поле зрения и мы до следующего года вопрос строительства новых школ поднимем совершенно на другие темпы, на другой уровень. Одной из самых востребованных инициатив правительства региона является программа по единовременной выплате молодым педагогам. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. Только за три года этой финансовой поддержкой воспользовались более 730 молодых специалистов. Масштабная работа власти региона, направленная на поддержку учителей и воспитателей, сказывается и на престиже профессии педагога, и на результатах работы. В рамках педсовета лучших представителей этой сферы отметили благодарностями и ведомственными наградами. Ее получила и учитель английского языка 27-й Северодвинской гимназии Ирина Колчина. В школу я пришла работать три года назад, после окончания института, молодым педагогом. И, конечно, получить такое благодарственное письмо за такое небольшое количество работы очень приятно. И это, наверное, самое дорогое, что сейчас у меня есть. Календарь неумолимо приближает нас к сентябрю. Впрочем, для сферы образования осень сравни новому году, ведь старт возьмет новый учебный сезон. Как прошло минувшее ремонтное лето, этот вопрос прямо сейчас я адресую министру образования и науки Архангельской области Игорю Скубенко. Игорь Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, конечно же, тема номер один сегодня – готовность школ, детских садов к первому сентября. Мы абсолютно готовы. 25 августа был контрольный срок, когда мы должны были отчитаться уже и перед губернатором, и перед Министерством образования науки Российской Федерации, перед другими надзорными структурами о своей готовности. Сегодня у нас все акты в наличии, то есть учреждения образования нашего региона к учебному году готовы. Если можно, несколько цифр, чтобы понять масштаб работы. В течение летнего периода 24 объекта образования в нашем регионе, на них осуществлялся капитальный ремонт, работы произведены. Около 200 с лишним миллионов рублей – это то, что муниципальное образование направили на обеспечение исполнения тех предписаний, которые были по муниципальным образовательным организациям. Более 21 миллиона рублей мы направили на исправление тех замечаний, которые имелись по государственным образовательным организациям. Вы знаете, сколько объектов у нас находится в стадии строительства. Порядка 11 садов на этот год у нас запланировано. Ряд школ мы также строим. Еще одна знаковая цифра – это количество школьников. Журналисты зачастую называют учеников настоящей армией, коллеги не ее преувеличивают? Это армия, это правда армия. В этом году уже более 120 тысяч учащихся школ региона пойдут и сядут за парты. Если говорить о первоклассниках, то это более 13 тысяч человек. В прошлом году школьников было порядка 117 тысяч, сегодня 120. Есть некоторая динамика на положительную сторону. Хватает ли учителей в школе? В кадре вопрос решен? Взять период 3 или 5 лет назад у нас были проблемы. Действительно серьезные проблемы, близкие уже к критическим. Но в течение этого периода вышли указы президента, известные майские 2012 года. И те меры, которые были приняты правительством Архангельской области по повышению престижа профессии учителя и по поддержке молодых учителей, которые приходят сегодня в школы. Эти меры, они, конечно, дали результаты. Изменилась заработная плата, появился интерес к профессии учителя. И сегодня мы имеем определенные точечные вопросы, назовем так, по узким направлениям. Их сегодня в таком адресном порядке решаем совместно с коллегами из учреждения высшего профессионального образования и наших подведомственных колледжей, педагогических колледжей. Вы упомянули про майский указ. Один из них обязывает регионы до конца этого года ликвидировать очередность в детские сроды среди малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Поморья справится с этой задачей? Сегодня мы уже имеем результат близкий к 100% обеспеченности наших детишек от 3 лет до 7 услугами дошкольного образования. Буквально в ближайшие дни, недели мы откроем 4 детских садика в нашем регионе. До конца года в планах 11, то есть всего в целом по 2015 году. И я уверен, что задачи, поставленные президентом Российской Федерации, задачи, которые нам ставит наш губернатор, мы выполним. За минувшие 3 года более 4600 детей получили место в детском саду. Это действительно масштабная задача. Можно ли было ее решить без привлечения федерального финансирования, только за счет бюджетов областного и муниципальных? Конечно, мы задачу бы решили, но она была бы растянута по времени значительно больше, чем при той поддержке, которую оказала нам Федерация. Проект трехлетний, вот в течение трех лет при, безусловно, серьезном софинансировании из областного бюджета мы решали эту задачу. И, конечно, мы благодарны федеральному правительству, Министерству образования и науки Российской Федерации за то, что получили эту поддержку. И вот так вот планово, консолидированно решаем эти важные задачи. То есть правительство Архангельской области сделало все возможное, чтобы привлечь дополнительные средства, чтобы вовремя выполнить все указы президента, касающиеся части образования? Да. По итогам каждого года проводился анализ того, как обстоят дела, как исполняются соглашения. И только после этого выделялись очередные транши по этому проекту. Мы все условия исполняли. И в течение уже третьего года получаем максимальные объемы финансирования. Ваши пожелания в преддверии 1 сентября своим коллегам, школьникам, родителям? Уважаемые коллеги, дорогие ребята, родители, хочу всем пожелать только удачи. Удачи, успехов в нашей непростой работе. Ребятам пожелать успехов в обучении, родителям, воспитании. Хотелось бы, чтобы все относились друг к другу терпимей, уважали друг друга, добра нам и мирного неба. Спасибо большое. Вас с наступающим новым учебным сезоном. Спасибо. О том, что сделано и о том, что предстоит сделать в сфере несущей знания, рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Какой он инвестиционный климат Поморья? С этим вопросом в Архангельск прибыл глава агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Повысить этот самый градус интереса к Поморью должно помочь соглашение, которое было подписано между правительством региона и агентством. Артемий Заварзин продолжит. Визит в Архангельскую область главы агентства стратегических инициатив Андрея Никитина начался со встречи с представителями региональной власти и бизнеса. Речь шла о внедрении инвестиционного стандарта. На региональном уровне этот процесс практически завершен. А вот на муниципальном, куда собственно и обращаются инвесторы за согласованиями, по-прежнему непаханное поле. Когда мы смотрим результаты рейтинга, когда мы видим, как-то спрашиваем предпринимателей, мы понимаем, что на муниципальном уровне на сегодняшний день основная волокита, основная бюрократия, где-то даже не побоюсь этого слова и коррупция. Если мы хотим реально улучшать инвестклимат, то муниципальный уровень является важнейшим. Путь к этому – внедрение инвестиционных стандартов на местах и обмен положительным опытом между регионами. Для Архангельской области этому будет способствовать подписанное соглашение о сотрудничестве с агентством стратегических инициатив. Благодаря этому визиту перед нами открываются возможности, по сути дела, накопленные знания, опыт, нау-хау всей страны. Через вот такой обмен, вот такое сотрудничество мы будем говорить не только о опыте и знаниях, но и будем получать конкретный интерес, конкретных инвесторов. Внедрение регионального и муниципального инвестиционных стандартов стало еще одной темой, которая была в центре внимания руководителей агентства стратегических инициатив. Этот диалог поддержали представители корпорации развития Архангельской области. Ряд муниципальных образований региона уже выразили желание стать пилотными в развитии инвестиционного стандарта на своей территории. Корпорация развития Архангельской области, как центр взаимодействия региональных и местных органов власти, а также бизнеса, помогает муниципалитетам с оценкой и разработкой инвест-критериев на местах. Та задача, которая сейчас стоит перед агентством стратегических инициатив, она имеет отношение и к развитию инвестиционного климата. Тут у нас, мы надеемся на активное взаимодействие с корпорацией, в частности, вовлечение муниципалитетов в формат системы по поддержке инвестора. Процесс этот полностью соответствует логике агентства, как и работа с социальными проектами. Одно из направлений, обозначенных президентом Путиным, воссоздание или реорганизация отрасли товаров для лиц с ограниченными возможностями. В ее рамках Архангельская область готова предложить ряд пилотных проектов. Потому что есть предприятие, которое занимается технологическими средствами реабилитации для инвалидов, и действительно есть очень конкретные и действительно серьезные предложения, которые, мы надеемся, будут реализованы совместно с агентством. В частности, на базе протезно-ортопедического предприятия, с работой которого познакомилось руководство агентства, вся продукция выпускается индивидуально, под заказ, при этом комплектующие на 90% импортные, с соответствующей стоимостью при нынешнем валютном курсе. Идея же состоит в том, чтобы сделать и протезы, и обувь доступными. Для начала нужно спрос создать. Любой инвестор придет, когда будет спрос, а спрос будет тогда, когда мы внедрим механизм, деньги следуют за инвалидом. То есть, может быть, это будет механизм сертификата. Эти механизмы мы должны создать в первую очередь, а тогда у нас не будет никаких проблем, я усоверясь с инвесторами. Возможно, эти технологии будут опробироваться и на этом предприятии. Оценив производство, руководство агентства уже обсуждает реализацию пилотного проекта в Архангельской области. В Архангельской области стартует проект, который сочетает в себе высокие технологии, эффективную переработку древесины и задачу по надежному теплоснабжению. Все подробности раскроем прямо сейчас. Проект предполагает строительство трех предприятий. В Северо-Онежске – лесоперерабатывающего комплекса, в Плесецке – заводов по производству клееного бруса и биоугольных пилет. Здесь будут применены голландские инновационные технологии, что позволит добиться максимально эффективного использования древесины. Это процесс тарифакции, процесс так называемой обжарки биомассы для получения однородного биотоплива. Мы видим, что здесь, в Архангельской области, есть достаточная база биоотходов, из которого мы производим наше биотопливо. И, конечно, у нас есть хороший партнер в лице – Газпром Теплоэнерго. В настоящее время дочерняя компания «Газпром Теплоэнерго» Газпром Теплоэнерго Плесецк уже эксплуатирует пять котельных, работающих на биотопливе. Действительно, это очень перспективный рынок. И в Европе он много где используется. И действительно, и в вашем регионе тоже это целесообразно. То есть, с одной стороны, да, мы Россия, мы производим газ, и газ действительно для нас, для россиян, он дешевый. Но, кроме того, у вас в Архангельской области свой же биоматериал – тоже довольно дешевое топливо. Поэтому мы имеем дело с тем, что мы выбираем, какое топливо для отапливания местных жителей наиболее эффективно. Российско-голландский проект соответствует реализуемой правительством области стратегии, которая направлена на снижение в топливном балансе региона мазута и угля в пользу газа и биотоплива. Глава региона Игорь Орлов встретился с жителями Приморского района. Маршрут рабочей поездки включал в себя посещение уемской птицефабрики. Состоялся открытый разговор с председателями Садово-Огорунческих товариществ. На встрече Игоря Орлова в Доме культуры поселка Уимский поднимались вопросы по медицинскому обслуживанию, капремонту домов, строительству социальной инфраструктуры. Большинство обращений стали основой для поручений главы региона правительству Архангельской области. Была затронута и тема архангельской агломерации, ее создания с участием Новодвинска, Северодвинска, поселка Уимского и других близких к Архангельску населенных пунктов. Мы сегодня и вопросы тарифов, и вопросы передвижения, вы видите, как строятся дороги, и вопросы, скажем так, даже транспортных маршрутов, вопросы перетока социальных услуг, будь то в здравоохранении, в образовании, тоже ведь формируем таким образом, чтобы это было единым полем, чтобы не допустить перекоса для жителей вот этой территории. Следующий пункт рабочей поездки – уимская птицефабрика. На сегодня это стабильно работающее агропредприятие. Стабильный коллектив – 121 человек. И средняя заработная плата – более 18 тысяч рублей. В год фабрика производит 8,5 миллиона яиц и 1200 тонн мяса. В рамках субсидирования сельхозпроизводителей за два последних года предприятие получило субсидию из областного бюджета в почти 7,5 миллионов рублей. Будущее в том, что есть огромный рынок, который требует этой продукции. Город Архангельск, Новодвинск, Северодвинск. Ну и есть второе – то, что есть понимание у руководства, что нельзя останавливаться на гостинике. Заинтересованная встреча с председателями садово-огороднических товариществ. На сегодня в Поморье их более 400. Результатом диалога стало поручение Игоря Орлова областному министерству АПК и торговли разработать региональную программу поддержки садово-огороднических товариществ, куда должен войти и самый актуальный вопрос для садоводов – состояние поселковых дорог. Первая задача, которую я вижу, все-таки разобраться с каждый раз с собственником. Во-первых, с самой дорогой, ее описанием и определить, кто отвечает за нее, кто является собственником этого транспортного маршрута. Это вполне по силам, но здесь мы должны вместе с муниципалитетом эту задачу решить. А в деревне Черный Яр Приморского района Игорь Орлов принял участие в открытии «Стеллы» погибшим курсантом Борисовского военно-инженерного училища. Они погибли во время вражеского налета в 1942 году. Памятник был отреставрирован к 70-летию Великой Победы за счет средств гранта, полученного в рамках областного конкурса проектов патриотической направленности. Сегодня мы видим действительно достойный обелиск павшим. Это дань уважения, дань чести, любви и благодарности тем, кто погиб в ту войну. В 2015 году в области создан общественный реестр, который включает больше тысячи объектов и в ближайшее время должен пополниться новыми памятниками. На очереди создание мемориала солдатам Архангельской области, погибшим в локальных конфликтах. Идею установки памятника общественной организации «Боевое братство» уже поддержал Игорь Орлов. Стимулировать бизнес к развитию – одна из ключевых задач власти. Министр природных ресурсов России Сергей Донской оценил темпы инвестирования в лесопромышленный комплекс «Памурье». Руководитель федерального ведомства посетил Архангельский ЦБК, который в эти дни отмечает свое 75-летие. Знакомство с предприятием начали с нового цеха производства полуцеллюлозы. Масштабное здание площадью почти 3000 квадратных метров возведено на месте прежнего, в котором была сварена самая первая целлюлоза комбината в августе 1940 года. За моей спиной варочный котел высотой 30 метров, сердце нового цеха полуцеллюлозы. Каждые сутки отсюда уходит 1000 тонн полуфабриката, который в дальнейшем используется в производстве картона. Новые технологии варки позволили более чем на 40% увеличить выпуск продукции с одной тонной древесины. Причем используются в производстве не хвойные, а лиственные породы деревьев. Архангельский ЦБК – один из старейших целлюлозобумажных комбинатов на территории бывшего СССР и одно из ведущих лесохимических предприятий России сегодня продолжает успешно развиваться. Только за минувшие два года в модернизацию инвестировано около 7 миллиардов рублей. В логике принятого в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина закон о внедрении наилучших доступных технологий в промышленности, который будет стимулировать бизнес технологической перестройки. Даже вот проговорив с руководителем, я так понимаю, что они начали намного раньше, чем был принят закон, вот эти все модернизационные проекты, но они как раз в эту сторону двигаются. И я как раз предложил коллегам, что давайте скоординируем наши действия, чтобы вы не дожидались там 2019-го и как бы встраивались в механизм там раньше намного, и мы, соответственно, поддержим такую инициативу. Механизмы, которые, они сейчас только вот внедряются, и мы, Сергей Федорович, обсудили вопрос возможности использования вот этих механизмов на Архангельском ЦБК, поскольку, как правильно было отмечено, мы, в общем-то, всегда шли впереди времени, и те технологии, которые мы используем, они, конечно же, на сегодня опережают время по сравнению с другими производствами. В помощь этому областное законодательство, например, закон о техническом перевооружении предприятий. За последние четыре года льгота по налогу на прибыль из регионального бюджета для ЦБК составила более 270 миллионов рублей. Мы являемся одним из основных участников с точки зрения стимулирования предприятия к вложениям, к инвестициям, к развитию собственного производства, и мы весьма заинтересованная сторона, которая поддерживает эти производства, понимая их не только экономическую, технологическую значимость, но и социальную. Успешность работы комбината и его развитие определяют стабильность жизни огромного количества людей. Новодвинск – моногород, где проживает более 40 тысяч человек, которые в эти дни вместе отмечают юбилей родного предприятия. Благодарительный автопробег «Поможем детям по морю» спешит на север. Старт традиционной акции дал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. День знаний должен запомниться каждому ребенку, уверены участники автопробега «Поможем детям по морю». На этот раз его организаторы отправились на север области, в Лешуконский и Мизенский районы. Для ребят из реабилитационных центров и социальных приютов региона везут тетради, рюкзаки, спортинвентарь и интеллектуальные игры. Кстати, кроме подарков, школьников ждет игровая программа. Такая благотворительная акция организована Советом отцов совместно с правительством Архангельской области. Лично для меня это начало моей общественной деятельности. В 2007 году он был придуман, в 2008 был первый воплощен. И теперь ежегодно, один год мы даже два автопробега провели. То есть, это дело захватывает, нравится, мы собираемся продолжать. В этом году благотворительный марафон поддержали 30 организаций и индивидуальных предпринимателей. Удалось собрать рекордную за годы работы акции сумму – 500 тысяч рублей. Благотворитель – это всегда человек, который стремится помочь другим людям. За каждой благотворительностью стоят человеческие судьбы, стоит, скажем так, та человеческая душа, человеческое сердце, которое так необходимо, особенно малышам, обделенным и в семейной жизни, и по вниманию окружающих. Поэтому дать возможность, не оценку дать, а дать возможность всему обществу сказать спасибо человеку, который на этом поприще себя зарекомендовал. Для поощрения лучших благотворительных инициатив и повышения престижа меценатства, правительство региона в этом году учредило звание лучший благотворитель Архангельской области. Среди претендентов на него есть и организаторы автопробега «Поможем детям по море». Похищенные иконы вернулись в храм. Церемония передачи украденных святынь состоялась в церкви Богоявления Господня в селе Ошивенском Каргопольского района. Символично, что венчало все разыскные мероприятия открытия однографического музея под открытым небом. 22 иконы XVIII века вновь займут свое место в иконостасе Богоявленского храма села Ошивенского Каргопольского района. Кражу почти два года назад совершили приезжие из Вологодской области, бывшие заключенные. К поиску святынь подключилась полиция из других регионов. И среди прочих украденных икон образы из Богоявленского храма были найдены в Костромской области и возвращены домой. Господь, Он благ. Если Он что-то допускает, то Он знает, что из этого будут благие плоды, благие результаты. Господь обращает наше внимание на эти иконы, на этот храм. И иконы для нас – это окна, окна в духовный мир. Мы поэтому и в храмах, и в домах наших мы ставим иконы, весим их на стенах для того, чтобы было светлее. Торжественную церемонию возвращения продолжил праздник открытия в селе Ошивенском этнографического музея под открытым небом. В деревнях этого поселения сохранились уникальные храмы, поклонные кресты, дома и амбары старинной постройки. Сегодня это историческое и культурное наследие начинают возрождать и восстанавливать. Люди приедут, поглядят, какая у нас тут красота, какие люди у нас еще есть, традиции какие сохранились. Вот это все покажем, даем попробовать. Сами-то подумайте, ведь интересно, людям интересно. И нам хорошо, люди к нам поедут. Создание музея ведется с 2013 года. В 2017 планируется завершить строительство всех объектов. Именно тогда этнографическая деревня заживет полной жизнью. Стоимость проекта составляет более 11,5 миллионов рублей. С таким праздником и с таким событием возвращения древних икон в храмы, это, мне кажется, некая новая точка отсчета. Очень хотелось бы, чтобы эта точка отсчета была, конечно, гораздо более яркой, светлой жизнью. Но на самом деле уверенность в этом есть. Большая надежда, поскольку есть удивительные люди, есть такое собственное стремление проявить себя, сделать свою жизнь другой, показать свои исконные возможности. Здесь все это получается. Игорь Орлов отметил, что инициативам жителей Ошивенского необходима поддержка области. Помимо ремонта дороги, которая будет приведена в порядок в следующем году, и помощи в восстановлении домов и инфраструктуры, нужно поддерживать неравнодушных людей, которые здесь живут. Через систему грантов и ТОСовское движение. На этом все. Очередные актуальные темы и ответы на волнующие северян вопросы в следующем выпуске программы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова